Журналисты, очень приятно вас видеть в Петербурге в таком, скажем, можно сказать, большом количестве. Потому что совсем недавно я был в театре «Рамп», вы, наверное, очень хорошо знаете, где показывался спектакль «Эймонас Непрощес», и там было буквально 12 журналистов. Ну, правда, камер больше немножко, и 5, вроде, было камер. И считали, Москва считала, что это просто супер, что 12 журналистов и 5 камер просто с каждым годом, оказывается, число журналистов на мероприятиях падает. Уменьшаются этаты, журналисты бросаются на другую работу, они ищут, пробуют для себя, пробуют с других, и амблор. Поэтому, конечно, мы очень рады, что вы сегодня с нами. Я думаю, что не только пришли послушать, что мы будем сегодня говорить, ну, а также останетесь на киносеансе, которые, на самом деле, очень интересны. А также, может быть, и попробуйте даже кое-чего, что мы привезли из Литвы. Я представлюсь хорошо по вопросам культуры Литовской Республики, Российской Федерации Александр Шиберис. Рядом со мной сидит генеральный консул Литовской Республики Денис Мунгаудис. Дальше вы видите режиссера сегодняшнего фильма, Арина Сатумина, это Рамуни Сеголовской Эйте. Также представитель Государственного фонда Российской Федерации, нашего партнера и организатора этого же фестиваля, это господин Георгий Николаевич Мауткинч. Рядом со мной сидит партнер нашего фестиваля, человек, который занимается много чем, это Вячеслав Кутыркин. И представитель киноцентра Литвы, Вирас Герберайтис, который практически, вот это вторая рука, которая реально вот этот фестиваль здесь как бы и начало с самого первого фестиваля в 2013 году в Москве. Так я очень коротко, позже с первым словом расскажу, что начало фестиваля началось, как вы уже понимаете, в 2013 году. И идея этого фестиваля принадлежит генеральному директору Государственного фонда, уважаемому Николаю Михайловичу Бордачеву, который при нашем сотрудничестве с киноцентром, Литовским киноцентром, как-то сказал бы, сказал бы такую идею, что давайте, ребята, делайте кинофестиваль Литовского кино. Вы имеете столько много старых фильмов, прекрасных, и вы имеете очень много новых фильмов, которые получили, и очень много наград на разных фестивалях мировых. Это один из них, это Шелуна Спартас, который вы, наверное, прекрасно знаете. Вот, и после этого Гидас практически он первый начал, я подсоединился, и мы начали вот в 2013 году этот кинофестиваль. Идея фестиваля такая, что 10 картин мы показываем старых, исторических, только созданных до военных, значит, и после войны, до независимой Литвы. И остальные картины, 10 картин, там в зависимости 8, 10, в зависимости, сколько мы получаем, сколько, какое производство в Литве. Мы показываем новые картины. И сегодня, конечно, я думаю, что в процессе мы еще ответим на многие другие вопросы, но вот сегодня как раз с нами режиссер и с англером Унинского Скайта, фильм, который в прошлом году был премьерным в Москве, он дождался очень больших комплиментов. Практически весь Варханговский театр был историческим, престижным кинотеатром «Иллюзион». Конечно же, был сам Рима Стумина, с к сожалению, сегодня не мог приехать. Так, в общем, плотный график гастролей Литва, значит, Израиль, Москва, значит, очень много ребятистей, поэтому, к сожалению, маэстро не приехал. Но зато у нас есть Рамуния, которая расскажет много, я думаю, интересных вещей. И это будет, как бы еще после фильма интервью вместе со зрителями. Вот, и представитель Госфильма фонда, я думаю, тоже, если захочет, скажет. Но, конечно, мы очень благодарны, так как вы сегодня на этом фестивале видите, что мы показываем еще, кроме документальных фильмов и исторических, это картины, ретроспективная программа, то есть картина посвящена программе, которая посвящена нашему известному, ушедшему актеру Донатусу Банёнису. И, как вы видите, в нашей программе, как ни странно, есть фильм «Солярис» и «Бексер Макинли». С большим уважением к Москва мы очень требуемо относимся, так как они при первом же нашем запросе на показ этих фильмов, они сразу ответили, что да, пожалуйста, мы разрешаем вам показать на вашем фестивале в Москве и в Санкт-Петербурге. Бесплатно. Поэтому сеансы, как вы видите, бесплатные на эти фильмы. Ну, я думаю, чтобы, как говорится, чтобы не только я деговорил, может быть, господин консул имеет какое-то слово. Я даже хотел поблагодарить всех, собраться, всю журналистскую рацию, потому что мы не ожидали, что будет столько и чуть-чуть. Хорошо, что не надо прийти нам в большой зал сегодня вечером. Я думаю, что вот эти пять дней, которые предусмотрены для фестиваля, они будут интересны всем, и специалистам, и любителям. Я думаю, что только, наверное, может немного... Будут не очень счастливы те, которые, когда мы говорим о литовском кино, все начинают ностальгировать. Потому что все как-то привыкли к двум-трем фамилиям актеров, к одному-двум режиссерам. А все-таки литовское кино и было, и сейчас оно очень разноплановое. И там вот возможность увидеть те фильмы, которые были созданы в разные время до 1990 года. Но именно те фильмы, которые не получили большого экрана в Советском Союзе, они получили просто по разным причинам ту категорию, чтобы там было сделано только очень мало копий. И познакомиться с этими фильмами тоже очень интересно. Другое дело, конечно, литовские документальные фильмы, которые часто тоже были обойдены вниманием. Это фильмы, которые были созданы в 7-м десятилетии, но их тоже очень посмотреть сейчас интересно. И на жизнь литовцев, на том, что они думают, как они думают, как они общаются друг с другом. Это тоже будет очень интересно. И я думаю, что вот это направление, которое связано с показом фильмов новой Литвы, где молодое поколение, которое получило уже образование и от наших мэтров, и в то же время некоторый импульс от европейского и мирового кино, и то, какой получился результат. Я очень рад, что для всех в этом фестивале, для всех направлений будут возможности. И тот, кто интересуется литовским кино или кино вообще, тот, кто интересуется Литвой, Ленин Литвы, и каждый получит ответы на свои вопросы. Спасибо вам, что вы собрались. И я надеюсь, что и сегодняшнего вечера, и после всего фестиваля вы порадуетесь вместе с нами за новое литовское кинотаж. Спасибо большое, Геннадий Концов. А сейчас хотел бы пару слов, могут быть, о новинстве, о скрытии. Просто как вы впечатление, вы приехали в Петербург, после колоссального успеха в Москве, после колоссального успеха на других фестивалях, на каких-то спалях вот вы были с этим кино, после премьера в Москве. Вот расскажите, пожалуйста. У меня большая честь быть в городе, где каждая улица и каждый дом имеет свои истории. И я благодарна Римусу, после встречи, с которым я познакомилась с искусственными актёрами, познавая их не только во время фестиваля и во время репетиции. Я думаю, лучше фильм посмотреть и потом о нём говорить, потому что можно фильм-то заговорить, и потом будет желание это смотреть. Ну что, для меня он как мост между Литвой и Россией, и такой культурный мост, который стоят во все времена, несмотря на разные одновременные вещи. И, ну, я этот фильм для себя как поняла, это подарок судьбы, и приглашаю всех посмотреть, что мне, как я это сделала, как увидела и как покажу его творчество и не кухню. Спасибо всем. А какие фестивали? Ну, я прошлой неделе была в Нью-Йорке, показывала там документальный фестиваль русских фильмов, и некоторые даже шутят, говорят, что ты литовский режиссёр или русский, почему тебя приглашают. Недавно была фестиваль в Анапе, в Литве, в Литовском кинофестивале, в Лондоне показывала. Ну, что я ещё хочу сказать, что я не профессиональный режиссёр. Я журналист, много лет занималась политикой, но меня интересует настоящие творцы, настоящие, ну, личности, личности. И, ну, как-то вот поговорила, встретилась с Римом, решила, что надо делать кино про него. Это напустили уважаемые коллеги вам. Если будут уже, как говорится, говорить, что надо уже думать об уходе с работы, значит, можно подумать об карьере режиссёра. Теперь я хотел бы дать слово нашему уважаемому представителю киноцентра, который практически, можно сказать, автор программы, автор идеи, значит, который ни один день, ни один час провёл в космином фонде. Значит, ну, я даже уже, как я слышал, глаза уже испортились от того, что, вот видите, сразу звонят. Это исполня, это исполня, да? Значит, значит, даже глаза его испортились, потому что он просматривает год и до 300 картин, представляете? Реально каждый день по картине, грубо говоря. Ну, то есть, если там имеется председневный день рабочий, то иногда бывает одну-две картину нужно в день посмотреть. Значит, ну, пускай, может, он и расскажет, как я. И вас, как и гарантия. Да, спасибо, это Саша. Мог бы сразу сказать, не думайте, что это такая жизнь сладкая каждый день, два фигма или два. Если попробуете, вы узнаете, что это не так сложно. А если серьезно, тогда мы, тесно, сотрудничаем с Дэшлифондом, с их хорошим кинотеатром «Иллюзиом». И когда первый раз пробовали делать кинофильмами топского кино, это, как вы понимаете, пропаганда лицовского кино, того поэтического кино, который был когда-то, и этого кино, который еще ищет, может быть, свое место, может быть, уже нашел свое место и показывает то, что делают наши дворцы, молодые, среднего возраста и так далее. Но одна проблема, как всегда понимаете, есть химопрокат. А мы с ним побороться не можем, потому что, например, теперь в Литве вышли 2 или 3 новые картины. И мы их не можем привезти сейчас, потому что они работают, как говорят, на ХАС. Вам советую посмотреть фильмы, те, которые не только меньше знакомы зрителю Москвы и Питера, и зрителям, и киноведам. Но посмотреть те фильмы, которые мы сумели сделать нового качества. Как понимаете, эра 35 миллиметров уже ушла, и не вернется, может быть, как ретро, может быть, когда-нибудь и вернется. Но чтобы показать хороший фильм, надо иметь цифру. Так, мы оцифровали несколько фильмов уже, и эти фильмы хотим вам представить. Это особенно первый цветной музыкальный фильм «Чёртова невеста» и четыре документальные фильмы, «Чёрно-белые». Это полная реставрация изображения и звука, которые мы делаем в Литве в Польше, но я находим самые лучшие условия. Приходите и будете вдовольны. Приходите сказать, что он занимался реставрацией «Чёртовой невесты», которую вы сегодня будете смотреть, Аруна Сенчебрюнас, режиссер которого есть музыку, которую написал известный пианист-композитор, участник ГТЧ, Вячеслав Ганельян, который буквально в 2 недели назад был в Москве. Я ему с радостью сказал, что будет премьера его фильма не только в Москве, но и в Петербурге. А во время фильма «Немого Бетла» в 1925 году мы сможем услышать музыку в исполнении Вячеслава Ганельяна, который был записан в Литве, его сольный концерт, что бывает очень редко. Поэтому если кто-то хочет посмотреть, то можно прибежать мало за, посмотреть, послушать немножко. Скажу вас. Спасибо. Я буквально два слова скажу. Как представитель Госфильмофонда в Санкт-Петербурге, я, во-первых, приветствую и хочу выразить благодарность генеральному консулу за то, что вы пришли, посетили наше мероприятие, ваше отличное мероприятие здесь у нас, и всем нашим коллегам с Литвы за то, что они в эти сложные такие вот времена разные для России, для Литвы, занимаются вот этим благородным делом, приезжают, показывают свои фильмы. И мы очень благодарны вам за это, и мы очень надеемся, что в Санкт-Петербурге здесь вам окажут должное внимание, и будет очень интересно. Вот, собственно, два слова я хотел сказать. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я очень рад сказать Санкт-Петербургцам, что вы приходите, смотрите, и радуйтесь вместе с нами. Георгий Николаевич, посмотрев на зал, в принципе, проблем-то у нас нет. Ну, я надеюсь, в большом зале тоже мы радуемся. Знаете, это как... Я искренне говорю, радуемся, конечно. Новый посол российской генерации, уважаемый Ремид Гусмон, когда обречал мерительные грамоты Владимиру Владимировичу Путину, он сразу бы спросил, господин президент, у нас какие-то есть проблемы, на что президент ваш ответил, что, в принципе, проблем-то нет. И он сказал, что, оказывается, единственное, я тоже первый раз узнал, я тоже не знал, признаюсь, единственное страна нет вам, которая имеет русские школы, русские садики, русские школы с первого класса по 11 класс. По 12 класс. Потому что уважаемый Дэвис из Министерства просвещения, поэтому он лучше знает. И Литва на самом деле имеет русские школы, где ребята учатся до 12 класса, русскоязычные ребята. Но так как очень усиленный русский язык есть, они после 12 класса легко поступают в разные литовские университеты. То есть абсолютно адаптированные ребята в Литвееве, и не в Латвии, не в Эстонии, не в Польше таких школ нет. Оказывается, ваш президент очень хорошо об этом информирован. Только где-то там считал, что кто-то сказал, что в Литве миллион четыреста тысяч жителей такое. Я как-то удивился, что люди не считают себе. В принципе, у нас три миллиона вообще. Там 700 или 800 тысяч уехало, да, там, значит, в Европу. Но это говорит об этой связи на сетях, кто готовит записки к беседам. Вячеслав Кудыркин, представитель «Человек-амфибия», который ездит в той с амфибии между Петербургом и Амфибия плавает. Я просто не знаю, я вам скажу быстро, потому что я действительно много занимаюсь в бизнес-проекте, и есть очень хорошие соратные периоды, бизнес-консультации. Но, конечно, как человек, который от бизнеса, ты представляешь свою компанию, я с удовольствием поддерживаю такие проекты, как сегодняшние. То есть лучший язык для общения – это язык искусства. Лучше ничего никто не привел. Можно объединять до бесконечности, тем более с такой хорошей компанией, с такой хорошей программой. Поэтому я очень рад быть партнером на каком мероприятии. И не буду долго говорить, потому что у нас будет возможность продолжить разговор. Конечно, конечно. Если какие-то вопросы, связанные с передвижениями в Литву и назад, и прочее, есть, конечно, ген-классы, или есть бизнес-проекте, или еще есть. И с амфибией. Есть там можно выставить. Спасибо. Я вспомнил как раз вот, так как мы, значит, в принципе, что проблем-то реально, Иосиф просто, он как-то сказал, что в Петербург, почему там появилось столько много писателей, там, когда Виктора, значит, он со временем на отшибе был в России, да? И это как бы, ну, считалось, что он как бы, ну, не в России, а отдельное государство, понимаете, на отшибе. Литва в советское время тоже была на отшибе, как бы там, понимаете? И это вот эти вот, ну, как бы, исторические такие вот понятия на отшибе, значит, да? Почему вот говорят, что вот вы, литовцы, захватили все театры? Ну да, как Рим Астонин нас говорит, мы учили, значит, политически вот эту историю, значит, КПСС, где там ясно написано, что нужно сначала захватывать. Но мы, литовцы, захватываем сначала театры, понимаете? Вот, то есть вы знаете, что и Рим Астонин нас, и Кама Гинкас, и тоже Савел Игорь Некротчев, которого, как Бога, ждут и в Москве, и Петербург, и Минога Скорбаускис, и многие другие молодые режиссеры, и актеры, ну, Кашиновас, Оскарас, да. То есть, ну, на самом деле, это, в принципе, это немного этих людей, но они делают очень большие дела. Это тоже Рим Астонин нас, почему Рамуния, она не делала фильм, так как за 8 лет он здесь довел театр до такой степени. Значит, что он стал лучшим театром России, значит. Об этом, ну, в принципе, я думаю, что мы тоже информированы. А на самом деле, чтобы мы так, как бы, не смотрели друг на друга, мы, в принципе, можем, как бы, правильно Слава говорит, он здесь лучше меня это знает, поэтому я думаю, сейчас передам слово Славе, и он все это... Уважаемые господа, мы просто приглашаем вас правее немножко, чтобы мы продолжили беседу, чтобы не было без нами столов. Спасибо большое, и встретимся с тобой. Спасибо.